МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Освятая служба информации телерадио компании Гомелю, студии Натальи Игнатенко, глядите ухэтым выпуском. Небо клича Гомелю-Першыню за 11 годов одновляет регулярные авиазносины с Москвой. Дарыць детям счастье с нагоды Международного дня обороны детей сегодня на Гомельщине проводится широк мероприемств. Недахоп детячих садов у Гомельским горвыконками обмерковали проблему забеспечения детей местами в дошкольных установах. А зараз об этом меньшим больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет об необходности значного усмотновения поддержки семья с детьми. Про это он заявил сегодня, разговаривая с пограничниками и семьями, при наведывании погранзаставы «Дивин» в Кобринском районе, поведомляя Белта. Керовник державы выказался за тоя, как заховывать и нарушивать объемы подрымки и льгот для семья с детьми. У приватности Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не плануется скорочать отпуск по догляде детяти до трех годов. Так само президент подкреслив, что в беларусских семьях нарожается один або два детяти, а тому основный объем подрымки необходимо накеровать на тоя, чтобы нарожали больше детей. Президент разом с этим зауважил, что в нашей стране и так иснуют великие льготы для семья с детьми в паравнании с замежными. Разом с этим он констатовал наявность демографичной проблемы в Беларуси, отповедной необходимость захований, развития практики, предоставления подрымки. Сегодня в Жлобинском районе на мемориале детям-махвярам Великой Айчиной войны прошел масштабный митинг-реквием. И он собрал разом людей разных поколений и национальностей. В дело им принимали представники мясовой улады и областного управления, адукации, миротворцы, ветераны, жахары района, а так само школьники, сирот яких и представники делегации Збранской области. Напередо Днияны приехали на фестиваль «Крыница славянской дружбы». Митинг-реквием присвятили Международному дню обороны детей. В его рамках ушановали память юных аквяр трагедии, якая отбылась у Червоным березе в 1943 году. Тем самым закликали присутных не допустить повторения подобного. Тему протягнули Евгения Кухаронак. Тут захована память об одной из жудесных трагедий войны. У часы Великой Айчиной на этом месте был створен дитячий донорский концлагерь. Сюда провозили подлетку из всех районов Беларуси. Ем было прикладно от 8 до 14 годов. Кровь сбирали для воинов Вермахта. Тех, кто выживал, отправляли на кадржную работу в Германию. Таким чином, когда 3,5 тысячи белорусских деток стали узниками этого концлагера. Сегодня мемориал заховывая память об юных аквярах войны. У них одобрали детинство. И наше поколение не си отказанность за то, как сучастные дети доведывались о прожахе войны только со стороны книг и документальных фильмов. Хотим заострить внимание всех на то, чтобы мы именно предпринимали все зависящее от каждого, чтобы у нас было согласие, чтобы мы мирно, счастливая жизнь. И это, наверное, сегодня на повестке дня один из таких главных вопросов, чтобы сохранить мир, дружбу, согласие между людьми и, прежде всего, между молодым поколением. Митинг-реквием зауседы, выкликая смуток на души, дебьон не проходил. Однако калевянки ускладаются до дитячей скульптуры, акветки, до фотосдымков. На белой парте мемориала сердце разрывается на частки. Хвилиному учанию память юных аквяр великая чинной и белые поветренные шары у небе. Почас оккупации на территории нашей краины было створено 16 концлагеров, в которых находились дети. Амальпалова размещалась в нашем регионе. Уходы великая чина и вязнями стали больше за 35 тысяч белорусских детей. Их скраденное дятинство до корс далекого минулого и напомин про то, что детям заусюду не обходна оборона. Не хотелось бы, чтобы это все повторилось. Хочется мира во всем мире, что и на нашей земле, что и на вашей земле. Ведь мир – это прекрасно. Я вас призываю, нам всем это нужно, пускай на земле будет мир и будет рух. Пусть солнце лучистое все нам сияет, а войн никогда и нигде не бывает. Евгения Кухаронак, Василий Осипцов, телерадиокомпания «Гомель» Сожлобинского района. Международному дню обороны детей сегодня присвятили множество мероприемств. Например, самая массовая гомельская пляцовка разгорнулася каля лядового палаца. Прогаэтым организаторы мкнулись не только створить у наведывальника добрый настрой, а и провести с ними профилактичную работу. Под обязанностью в сюжете Олега Синцерова. Областное управление Министерства по надзвучайных ситуациях Освод, Комитет судовых экспертиз, Держаутоинспекция, Барсием, научальные установы. У святок лядового палаца у «Гомеля» некаких организаторов. Алена Суперкведумы примутся на конт семьи нянек и дитяти без догляда. На этот раз проблем с проведением акции «Не покидайте детей одних, не возникая». Тем больше, тут есть на что поглядеть и навык стать умовным водителем заправданной пожарной машины. На некольких годин специализованные машины первотворились освои саблевые высадочные экспонаты. Каждый ожидающий можно сесть за орудие и отчуть себя с заправданным вортовальником. До речи, машины оснащены очень необходимым обсталеванием и заправленной водой. При необходности они у любых момент могут выехать на место пожара. Областным управлением и не скажут, что примиркованное до Дня обороны Детей Свято проводить что год, а все ли это ино саблево масштабное, причем у программы внесли одразу некольки нововведения в дымнику квест-гульню. Головная задача научить, как правильно действовать подчас реальной незвычайной ситуации. Как себя правильно вести в чрезвычайной ситуации в быту? Это то ли градусник разбился, как спасателей правильно вызвать, оказание первой медицинской помощи. Обовязковые умовы для удела у квест-гульни в складе команды повинны быть дети. Уречте для их это опыт, который запомнится надолго. Учу дистанцию необходимо пройти, как мы хотим, но сейчас все-таки не самое главное. После финиша у дзенники признаются, что это была закопляючая и главная корыстная гульня. Очень увлекательное занятие, ее обязательно надо попробовать все-таки пройти. Да, это очень полезно, потому что и дети, и взрослые должны знать, что делать в экстренных каких-то ситуациях. Стенд Державного комитета судовых экспертиз у хлопчиков корыстается повышенной увагой. Только тут можно увидеть столько боеприпасов и навык поднимать их в руках. Эксперты-криминалисты ничего супрати не мают, это одинное место, где патронные гранаты не уявляют погрозы для життя. Так что дети при обнаружении таких предметов или похожих на них в лесу, на реке, ни в коем случае в руки брать их нельзя. При их обнаружении сообщаем родителям, родители позвонят в милицию и все это обезвредят. Здесь на столе это трогать можно, в других местах нигде трогать нельзя. Полуторагодовый Илья Кричасов, один из самых маленьких удельников мероприемства, его батьки отгукнулись на запрошение БРСМ принять удел о конкурсе дитяших колясок. Умова одна, коляски повинны отповедать пожарной тематации. Далее не обмежеванный полет фантазии. Когда сказали, что это машина будущего, МЧС, нам сразу пришла идея, что это будет межгалактическое, что-то межпланетное. Ну вот МАП, мы поэтому и называемся, межпланетный аппарат пожаротушения. Олег Сентеров, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель». Святочное мероприемство, организованное в рамках Международных Дня обороны детей подтримала и телерадиокомпания «Гомель». Супрацовники редакции «Радио Гомель плюс» выехали с веншаваннями и подарунками в Гомельский детский дом. Тут при поддержке партнеров отбылось урочистое ознагороджение переможцев литературного конкурса короткого оповедания «Мой дом». Подробностей у Вероники Ворошилиной. Литературный конкурс коротких оповеданий на тему «Мой дом» стартовал у Кастричнику минулого года. За этот час в редакцию радио «Гомель плюс» пришло около 400 листов из разных кутков не только нашего региона, а в целом Беларуси на вот крайне близкого и далекого замежа. Досланные литературные творы отразнивались по стыле, жанре и ауторским ставлении до окрасленной темы. Улику наибольших и проникненных оповеданий выхованцев Гомельского детского дома. В школе часто спрашивают о том, хорошо ли мне в детском доме. Доверить любую тайну, которая всегда протянут руку помощи в трудную минуту, которая поцелуют, прижмут к себе и пожелают спокойной ночи. Разве это не счастье? Ведь ты любишь и знаешь точно, что тебя тоже влюбят всем сердцем. Что ты день компетентной журы выбирала два лепши оповеды, які у профессийном выконании по выходных днях учали у вечернем эфире радио «Гомель плюс». Организаторы конкурсу признаются, ауторские творы детей, які по разных причинах были одарваны от родного кута и знайшли его у дитяшем доме, саправды кранают до глубины души. А тому обрать работы перамужцы было особливо непросто. Искренность была буквально в каждой строчке. Понятно, может быть, кто-то помогал им формулировать свои мысли, но то, что искренность и желание по-настоящему тепла, по-настоящему доброты, вот того, чего не хватает нам, может быть, взрослым в этой жизни, а у детей это выражено наиболее актуально и остров. А если это услышит кто-то по радио, может быть, что-то всколыхнется доброе, разумное, вечное. Узнагородить у всех удельников и прамужцов творчего споборництва организаторы выросли символично в Международный День обороны детей. Супрационники Радо и Огомель Плюс суместно с партнерами литературного конкурса отправились в Огомельский дитяши дом со святочными веншованиями и подарунками. Тут их так само сустрели гостиной ветливо веселыми викторинами, под шастунками и виадомош выклюшена позитивным настроем. Как только мы подъехали и у нас было много ящиков, много подарков, мы подумали, как мы этого умнести. К нам подошли дети, они были доброжелательные, они здоровались. Я чувствую, что здесь для детей все-таки созданы все условия, чтобы чувствовать себя как дома. Мне очень приятно, это правда. У Международный день обороны детей у Огомельским детяшим доме по доброй традиции ладилось и эскравое святочное мероприемство. Сюда с подарунками и веншаваниями пришли представники разных предприемств в организации и ведомство. Супрацовники Радо Огомель Плюс суместно с партнерами уручили усим удельникам литературного конкурса «Мой дом», книги и солодкие подшастунки. Переможцы творчого споборництва Милана Яновская и Алина Крукова отримали гоноровые дипломы и электронные книги, как с их допомога отримливать корыстную информацию для дальнейшей реализации своего литературного таленту. Писала о деревне, которая жила с бабушкой, как я ей помогала, мне очень нравилось с ней жить. Ну, так случилось и я оказалась в детском доме. Детский дом я тоже люблю, здесь очень много тепла, любви и друзей очень много. Вихованцы Гомельского детского дома в отдел у литературном конкурсе «Адрады Огомель Плюс» подтримали засобливым энтузиазмом и внутренним почутем, подкрасливая педагоги установы. Богатые хлопчики и девчонки, как никто иначе разумеет, что дом тое место, якое должно быть у каждого человека и детям обовязково будут ждать и любить. Конечно же, для наших воспитанников эта тема достаточно болезненная, но очень важная. Каждому из них проговорить, что же для них есть дом. На сегодняшний день их дом это наш детский дом, поэтому многие описывали то место, в котором они проживают сейчас, многие вспоминали то место, которое они по праву считают своим домом, там, где им было хорошо. Литературный конкурс короткого оповедания «Мой дом» на хвалях «Радио Гомель плюс» был запущен как экспериментальный проект. Он отримал великую популярность, а тому обовязково протягни свой шлях. Стать удельником творчего споборництва может любые жадающие. Умовы конкурса размещены на сайте «Радио Гомель плюс». Тут же находятся и аудиоверсии литературных творов-перамужцев. Вероника Ворошилина, Валерия Гопанько, «Радио Гомель». Забеспечение детей местами в дошкольных установах. Сегодня в Гомельском Гарвы Конкаме звернулись до одной из самых острых социальных проблем города. Особливо складанная ситуация отзначается в микрорайонах новобудовлях, у некоторых зиху дошкольные установы кроковой доступности могут страпить только около 20% детей. Разом с этим за последние три года в Гомеле побудованы у сего две установы. Воды еще одного объекта запланованы на гэтый год. Удосконаливание потребует и системы информования насельництва об наявности свободных местов. Заразу Гомеле ведется электронный улик детей, яким необходимо найти место в дошкольных установах, но гэтый банк даден их недоступен для насельництва. После до працевки программы эту информацию меркуется разместить на сайте отдела эдукации. А прачатаго у Гарвы Конкаме мают на меру докладнить так званые батьковские маршруты, в рамках яких ожитивляется подвоз детей дошкольные установы. Як чекается до новых научальных годов у язлях и детячих садах Гомеля будет створено около 800 в 50 месяцев. Сегодня в городе Гомеле существуют все условия для того, чтобы дети посещали дошкольные учреждения. Однако проблема шаговой доступности остается в поле зрения. Органами власти и отделами образования принимаются все мероприятия для того, чтобы компенсировать проблему доступности шаговой. Это и перепрофилирование групп, которые ранее использовались под другие нужды в учреждениях дошкольного образования. Это доукомплектование действующих групп. Это организация подвоза детей вместе с родителями из микрорайонов новостроек. Гомелю першиню за 11 годов одновляя регулярные авиазносин из Москвы. Перший самолет с российской столицы приземлился сення. Пассажиров сустракала и наша сдымочная группа. Гомельский аэропорт 1 червяня 11.20. У этого без перебольшего не историчный момент. Сустракать первый рейс из Москвы вышли не только официйные особые журналисты. Тут извечайные работники. Открытие кожного нового рейса для их свято. Самолет меж тым проезжая прозводную арку. Это авиационная традиция открытия кожного нового маршрута. Ух историю в этот день трапили 48 первых пассажиров. Все на высшем уровне. И час 20 в полете сервис. Все мы полностью довольны. И по цене даже дешевле, чем в купейном в купейном вагоне поезда. Перевозчик авиакомпания Сибирь. Она выходит у холдинг S7 Airlines. Это другие по масштабах игрок на российском рынке пассажирских авиаперевозок. Рейсы будут ожидают три раза на неделю. Прикладный кост билета у обо 2 баки 100 долларов. Лайнер Embraer различен на 78 пассажиров. Дорога может быть не конечным пунктом, а перосадочным. Новый рейс значно поскорает для гомельшан вандрование по всем свете. Покупая билет, он сразу покупает билет на всю перевозку, начиная от Гомеля до конечного пункта. При этом он оформляет багаж сразу до конечного пункта, ему не нужно будет получать этот багаж в аэропорту трансфера. Авиазносины помеж Гомелем и Москвой по куль запланованы до 27-го Кастричника. Коли самолеты не будут пустовать, полеты протягнут и долей. При низкой загрузке шарговая реинкарнация маршрута Москва Гомель-Москва будет завершена. Але об таких перспективах по куль думать не хочется. Тем больше, что уже сегодня билеты на особные рейсы на Червень распроданы на 100%. Ориентировочная заполненность самолетов для того, как маршрут был рентабельным 60-70%. То, что бизнесменам, руководителям, специалистам наших предприятий, субъектов хозяйства, которые постоянно поддерживают контакты с своими коллегами в Москве и в Московском регионе. Ну и не только в Московском регионе, потому что, как мне сегодня объясняли наши товарищи, что это практически ворота во всю Россию. А кроме Москвы регулярные перевозки из аэропорта Гомель все лето будут ожить овлять у Калининград. Рейс открывается с 4-го Шервеня. Олег, это не значит, что в остатне часы аэропорт будет пустовать. За последние годы оживились отшартерные перевозки. Такие самолеты летят в Турцию, Болгару, Черногору, Египет. Самые популярные и бюджетные напрямки. Так само с Гомельского аэропорта для Таити сюда швертаются самолеты с белорусскими детьми, которые проводят лето на оздоровлении в Италии и Германии и вахтовиками, которые работают в Заходной Сибири. Плюс бизнес-авиация. Агольный план на год не меньше как 350 вылетов. Настасья Кучинская, Валера Игапанько, телерадио компания «Гомель». У Гомель сегодня с визитом находилась делегация Федерации профсоюзных организаций Чарниговской в области Украины. Подчас диалогу со своими гомельскими коллегами гости обмерковали пытания социально-экономичной обороны права уработников, физкультурно-оздоровленной и культурно-массовой деянности. Подчас встречи Баки подписали протокол про намеры об супрационисте. Погаднение об взаимодействии по Межгомельским областным объединениям профсоюзов и Федерации профсоюзных организаций Чарниговщины было заключено в 2012 году. За этот час кировнество без двух структур изменилось. Познайомиться особисты и обозначить шляхи поглубления относин стала головной метой встречи в Гомеле. Задача у профсоюзных организаций по всем свете одна оборона права упрацующих. А тому подставу для взаимодействия и обмена в опытом шмат. Это обмен опытом, это проведение совместной конференции, совместной учебы, это работа молодежных наших организаций. Я увидел, что профсоюзы занимаются реальной работой, что они реально защищают права трудящихся. Я вижу, какое отношение белорусской власти к профсоюзам, что во всем поддержка взаимопонимания, сотрудничества. Поэтому эту тему я хочу донести до украинской власти. Самое главное, что мы встретились, то, что мы подписали сегодня протокол намерения о сотрудничестве. Это первый шаг к нашему совместному сотрудничеству. И мы надеемся, что будет большое будущее в наших взаимоотношениях, потому что проблемы очень схожи от родовых коллективов, у простых рабочих, на предприятиях, в организациях, учреждениях. Это надо обсуждать, надо что-то хорошее брать у соседей, смотреть, общаться. Это самое главное. Восстановление связи это как первый шаг. Чекается, что домовы в сотрудничестве баки подпишутся в час визита у Чарнига у представников профактиву Гомельской области. Это и так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomel.by. Далее у эфиры де-факто и спортивные огляды я с вами разведываюся. Усяго доброго, до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сотрудники Гомельской таможни пресекли попытку незаконного перемещения более 560 монет и около 30 изделий, в том числе из драгметаллов, относящихся к категории культурных ценностей. Гражданка Российской Федерации, следовавшая нашу страну из Украины, на автомобиле выбрала зеленый коридор на пункте пропуска Новая Гута. При проведении таможенного контроля в салоне и багажнике авто таможенниками обнаружены старинные металлические изделия, среди которых монеты, женские украшения, небольшие иконы, внешний вид которых свидетельствовал об их возможной ценности. Экспертам таможенной лаборатории были признаны культурной ценностью, были изготовлены из сплавов золота, серебра, меди. Изъятые предметы относятся к экземплярам черняховской культуры 3-4 века нашей эры, а монеты-чешуйки из сплава серебра от Чеканины в российском царстве в 16-18 веках. После того, как россиянка оплатит штраф за совершенное административное правонарушение, все культурные ценности ей будут возвращены. Сегодня в 7.40 утра в одной из многоэтажек по улице Сверидова областного центра на втором этаже загорелась квартира. Прибывшим работникам МЧС удалось спасти одного жильца, проникнув внутрь помещения. Им оказался брат хозяйки 1961 года рождения. Однако не обошлось без человеческих жертв. При ликвидации пожара был обнаружен труп хозяина квартиры, пенсионера 1952 года рождения. Его жена с отравлением продуктами горения была доставлена в медицинское учреждение. Предполагаемая причина пожара это неосторожность при курении. Со слов соседей, погибший злоупотреблял спиртными напитками и накануне пожара его также видели выпившим. Квартира сильно закопчена, огнем уничтожено имущество в одной из комнат двушки. В отношении 37-летней жительницы поселка городского типа Октябрьский вчера райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Женщина 30 мая в 17.50 управляя автомобилем Opel Astra совершила наезд на жительницу деревни Любань Октябрьского района переходившую проезжую часть улицы Бумашкова по нерегулируемому пешеходному переходу. 23-летней девушке причинены тяжкие телесные повреждения. Она находится в больнице. А за последний день весны на территории Гомельской области было зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, где два человека получили телесные повреждения. В первом случае мотоциклист из-за неправильно выбранной скорости совершил опрокидывание и получил телесные повреждения. Во втором случае водитель автомобиля совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в установленном для перехода месте. Оба водителя не имели права управления транспортным средством. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Победой спортсменов из Гомельской области завершилось первенство Беларуси по гребле на байдарках и каное среди юниоров и молодежи до 23 лет. Соревнования проходили в Бресте. В состязаниях юниоров у наших гребцов первое место в общем зачете. На второй строке командного табеля о рангах представители Брестской области на третьей и Гродненской. Сильнейшая команда Гомельской области стала и в соревнованиях молодежи. Далее расположились гребцы из Минска и Минской области соответственно. По результатам первенства Беларуси 18 спортсменов из нашего региона были отобраны в ряды сборной страны, которая примет участие в чемпионате Европы среди юниоров и молодежи до 23 лет. Континентальное первенство пройдет с 28 июня по 1 июля в Италии. Сегодня мужская сборная Беларуси по гандболу начала подготовку к квалификационным матчам плей-офф чемпионата мира 2019 года против сборной Австрии. Первая игра состоится 10 июня в Минске, ответные 13 июня в Вене. Победитель по сумме двух матчей получит путевку в финальный турнир чемпионата мира. В числе приглашенных на учебно-тренировочный сбор гандболистов и вратарь Гомеля Артем Подосинов. Накануне женская сборная страны провела очередной поединок квалификации чемпионата Европы. Белорусские, ведомые Томожем Чаттером, в Минске уступили команде Голландии 28-29. Точными бросками в этом поединке отметились и игроки Гомеля. Виктория Шамановская поразила ворота соперника три раза. Ирина Дронова и Кристина Охраменко записали в свой актив по два гола. Завтра белорусские проведут последний поединок нынешней евроквалификации против сборной Венгрии на ее площадке. Отмечу, что Венгрия и Голландия уже обеспечили себе место в финальной части чемпионата Европы. Завтра может определиться чемпион Белоруссии по мини-футболу. Им станет команда Лицельмаш в том случае, если сумеет обыграть гомельский ВРЗ. Дружина Виктора Торчилова ведет в финальной серии до трех побед 2-0. 2 июня соперники встретятся на паркете гомельского спорткомплекса Локомотив Началов 15-0-0. Спортивная программа завтра в областном центре продолжится на стадионе Центральный. Футбольный клуб Гомель постарается открыть счет своим победам в нынешнем сезоне. В 10-м туре чемпионата страны зелено-белые сыграют со столичным лучом. Игра начнется в 18-45. В турнирной таблице Гомель на 15-м месте луч на 10-м. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.